Девчонки и мальчишки, всем огромный привет! С вами Илона. И сегодня я решила записать немного спонтанное видео, тему которого мне навеяло видео одного блогера. Зовут её Саша Коршун. И недавно, в общем, она записала видео на тему, как... Здесь у меня, кстати, мой малыш, так что не обращайте внимания. Записала на видео на тему появления второго ребёнка в семье. И она поделилась некоторыми такими очень личными подробностями. Под видео появилась такая небольшая дискуссия на эту тему. Ну и я решила тоже внести свою лепту и снять для этого отдельное видео. Всё-таки канал у меня не только косметический, не только влоговый в последнее время, но и посвящённый всё-таки материнству, детям. Меня эта тема тоже коснулась, как вы понимаете. Сейчас у меня двое детей. Старшей дочери 5 лет недавно исполнилось. И моему сыночку скоро будет в декабре, 21 числа, 4 месяца. Да, это, конечно, безусловно, ещё совсем небольшой срок. Я ещё далеко не со всеми проблемами столкнулась в том плане, ну, что вообще значит иметь двое детей, да? Но я думаю, самый первый период, самый непростой, он уже пройден. И мне есть что вам рассказать. Итак, наверное, начну с самого начала, с момента моей второй беременности. Конечно, когда я забеременела, не сразу я, как бы, поставила свою дочь в известность, потому что она всё-таки ещё не была большая. Мне сложно было объяснить, что у неё скоро появится братик или сестричка. И, в общем-то, я стала готовить её к этой мысли, только когда у меня начал расти живот. Ну, я, скажем так, не настаивала на этой теме, но вот время от времени, ну, как бы, сообщала ей такую информацию. Так получилось, что на первой УЗИ, кстати, вот, в 12 недель мы ходили все вместе, в том числе и наша дочь. Я не скажу, что это было мною запланировано. Я не знала вообще до последнего, пойдёт она с нами или нет. Но так вышло, что её не с кем было оставить, и, конечно, мы пошли все вместе. Особо ничего она не поняла, никаких особых восторгов или возмущений у неё по этому поводу не было. Так что, ну, здесь, в общем, я ничего такого не могу вам посоветовать. В общем, когда у меня, конечно, уже был живот довольно-таки приличный, когда мы уже, тем более, знали полребёнка, я стала ей говорить, что вот, доча, скоро у тебя появится братик. Мы стали с ней обсуждать варианты имён. И она реагировала, в принципе, положительно. Ну, как-то я от неё не слышала каких-то недовольств в этом роде. К тому же, часто у неё где-то спрашивали, ну, про то, что скоро у тебя будет братик. Ждёшь ты его, не ждёшь? Она всегда говорила, что да, я жду, когда у меня родится братишка. Я буду с ним играть и так далее. К тому же, так вышло, что в детском саду, в её группе, у многих деток уже были младшие братишки и сестрёнки. Поэтому для неё это не было, знаете, чем-то сверхъестественным. В этом плане, конечно, хорошо, что она ходит в детский сад. Ну, не только, конечно, в этом плане. Вот, уже ближе к родам, мне, во-первых, у меня была такая ситуация, что на время моего пребывания в роддоме мне нужно было дочку оставить с моей мамой и с моей сестрёкой. Вот, мы её тоже, как бы, заранее об этом предупреждали, чтобы она не переживала. Вообще, без меня она, да, она, конечно, иногда по выходным бывала у бабушки на пару дней, мы её оставляли к другой своей бабушке. Она ездила на пару дней в другой город. Ну, в общем-то, был у нас опыт такой, что мы жили, ну, вот, два-три дня раздельно. И я знала, что она к этому, в принципе, отнесётся спокойно. Так что, в общем, когда у меня, в общем-то, уже появились такие предвестники родов, я отвезла её, ну, мы с мужем отвезли её к бабушке. Вот, и пока я была в роддоме, я была там два дня, в общем, она была у бабушки, всё было нормально. Она ждала, конечно же, моего возвращения, скучала по мне. Я, естественно, скучала по ней тоже. Но вот тут такая тонкость. Да, пока вы не видите своего старшего ребёнка, пока вы в роддоме находитесь только со своим младшим, привыкаете друг к другу, находитесь 24 часа в сутки вместе, вы всё время с малышом. Это чисто, мне кажется, природой так заложено, что вы сконцентрированы в тот момент времени. Она сконцентрирована только на своём новорожденном ребёнке. И, как бы, да, естественно, я переживала за свою старшую дочку, естественно, я звонила маме, мы разговаривали с ней, общались. Вот, она, конечно же, ждала нашего возвращения, хотела увидеть своего братика. Но на выписке, конечно же, моя дочка была на выписке, когда я её увидела вот первый раз за эти вот 2-3 дня, да, конечно же, как и все говорят, сразу заметен контраст между детьми. И сколько бы вашему старшему ребёнку не было, всегда будет казаться, что он намного больше вашего малыша. Но это само понятно. Сразу кажется, что ребёнок подрос, что он весит больше, выглядит старше. Но это чисто вот, да, действительно, контраст такой. Но первое, что я заметила в её глазах, она была... У неё было такое стеснение, то есть она жутко стеснялась всей этой обстановки. Ну, надо ещё понимать, что там, где выписываемся мы, там очень большой был поток женщин, очень много родивших, очень много выписывавшихся, очень много разных людей. И там большой-большой поток. Она тоже, как и я, плохо переносит такое вот большое общество. И плюс ещё на выписке были наши родственники, много людей. В общем, она засмущалась, она немножко была в шоке, скажем так. Я, естественно, сразу это заметила. И честно, вот у меня не было, не то, что у меня не было отчуждения к своему старшему ребёнку. Мне наоборот, хотелось её, знаете, как-то защитить. Ещё больше как-то, знаете, показать, как я её люблю. И что ничего не изменилось. Тем более, малыш наш младший, он заснул на выписке. В общем, я благополучно отдала его новоиспечённому папе. Пока там все снимались, фотографировались. Мы с дочей разговаривали. Она мне рассказывала, что она делала у бабушки. Ну, потихоньку так, она не сразу разговаривалась, кстати. И, в общем, да, она, кстати, привезла мне они с папой вместе. Выбирали все, в общем, украшения на выписку. У неё была в руках огромная связка гелевых шаров. Вот, она мне их подарила. И, да, первое время она даже как-то жалась к моей сестрёнке. Потому что она для неё тоже, знаете, ну, как её такая, как няня её, что ли. И она, ну, выросла у неё на руках, можно сказать. Вот. И, то есть, она от меня немножко отвыкла тоже. Да. Но, знаете, вот пока вот мы буквально вот с роддома доехали домой уже, когда вернулись вот сюда к нам, уже не было никакого ощущения такого, что вот как-то я её воспринимаю не так, как своего ребёнка. Я чувствую к ней что-то другое. Другие какие-то чувства не такие, как раньше. Вообще такого уже не было. И, конечно, ей немножко сложно было привыкнуть к малышу. То есть, сначала ей, конечно, было интересно, как он выглядит, почему он такой маленький, почему он спит. И, в общем, ну, много таких тонкостей. Поначалу она не понимала, что нужно с ним быть аккуратной, нужно его, ну, не дай бог не задеть его, нужно себя вести потише. Но, как бы, ну, буквально, наверное, прошло несколько дней, и она к нему привыкла. Да, конечно, была небольшая доля ревности в том плане, что она хотела, чтобы по-прежнему в садик водила её я, и садика забирала я. Ещё какие-то такие тонкости, чтобы я её по-прежнему укладывала спать, ложилась с ней рядом, да, перед сном. Что-то там ещё. То есть, она, как ребёнок, конечно же, не понимала, что теперь нам надо жить с учётом потребностей, как бы, маленького ребёнка, да, что его потребности всё-таки самые-таки необходимые нужно исполнять сразу же. Вот, что он не может подождать, в отличие от неё. Вот, да, на это ушло, конечно, какое-то время. Я чувствовала, что в этом плане немного она ревнует, и на этой почве она перестала любить ходить в садик, она не хотела ходить в садик. Ну, да, там ещё, конечно, был момент с тем, что сменились воспитатели, но, в общем, у нас был такой, вот, скажем, небольшой такой сложный момент притирания, как бы, нас всех к новым жизненным условиям нашим, но я считаю, что всё прошло намного лучше, чем могло. Сейчас, когда прошло уже почти 4 месяца, конечно же, существуют ещё какие-то сложности, но, в общем и целом, во-первых, доча моя очень любит своего братика, она скучает по нему, пока она в садике, она приходит, она его целует, она его обнимает, она любит с ним играть, она ухаживает за ним, помогает мне, те же салфетки, те же памперсы, игрушки, она его качает, если нужно, она заботится о нём, если он плачет, она в первую очередь бежит и говорит мне, что мама Рома проснулся, надо его покачать или надо его покормить, в общем, да, если кто-то к нам приходит в гости, она напоминает о том, что шуметь нельзя, что у нас маленький малыш, и, конечно, меня это не может не радовать, сынок, кстати, тоже очень любит свою старшую сестричку, в том плане, что он постоянно следит за ней глазами, он улыбается, если она ему что-то рассказывает, или если она поёт, или танцует, он просто, в общем, в восторге от неё в полном находится, так что, в общем, каждый, знаете, случай, он индивидуален, каждый ребёнок индивидуален, и я считаю, что не надо бояться, если вот вы услышали историю Саши, да, не надо бояться того, что вы как-то станете первого ребёнка любить меньше, или любить по-другому, когда у вас появится второй малыш, или, может быть, даже больше малышей появится, нужно, я не знаю, что нужно, нужно просто любить, да, и верить в то, что у вас всё получится, я ни на секунду не сомневалась о том, что я буду любить своих детей абсолютно одинаково, в том плане, что ему любить одинаково сильно, они, конечно, очень разные, и дело тут не только в возрасте и не только в поле, вообще просто они разные, но я их люблю одинаково сильно, хотя, может быть, немножко по-разному в плане отношения, да, не знаю, как правильно это выразить, вот, так что, да, вот малыш мой уже требует внимания, вот такая вот моя мысль, которую я хотела донести, ничего не бойтесь, я просто знаю людей, которые считают, что, ну, невозможно любить детей одинаково, кого-то всё равно будут любить больше, кого-то меньше, я всё-таки противник таких суждений, я считаю, что настоящая мама, у неё огромное сердце, и она любит всех своих детей, сколько бы у неё их не было, любит всех одинаково сильно, вот, ну, ещё, знаете, что могу добавить, всё-таки, наверное, много играет роль, большую роль, точнее, играет возраст между вашими детками, если всё-таки разница между детками совсем небольшая, ну, вот, я даже не знаю, мне кажется, в этом плане сложнее адаптироваться, ну, я так считаю, опять-таки, может, кто-то скажет, что, наоборот, когда между детьми большая разница, то сложнее, ну, я бы, наверное, для меня лично, мне кажется, если бы у меня была маленькая разница между детками, мне было бы вот сложнее как-то вот, вот, не знаю, свои чувства объяснить себе к старшему ребёнку и к младшему, вот, я считаю, что, ну, опять-таки, чисто моё мнение, что разница в 2, в 3, в 4 года, ну, в 5 лет, вот, как у нас, она самая такая вот хорошая, больше 5 лет, ну, в принципе, тоже, наверное, неплохая, но если вот разница уже больше 7 лет, уже как-то сложнее в плане отношений между детками уже, вот, хотя, мне кажется, ну, опять-таки, всё индивидуально, и я за то, чтобы в семье было как минимум двое деток, а может быть и больше, потому что, ну, знаете, даже, как говорится в русской поговорке, один в поле не воин, семья должна быть большая, и у ребёнка должны быть братья, сёстры, двоюродные братья, сёстры и так далее, и так далее, в общем, род должен продолжаться, и я за то, чтобы детишки рождались и побольше, в общем, такое вот спонтанное видео, надеюсь, я донесла свою мысль, надеюсь, вам видео было интересным, либо полезным, обязательно пишите, что вы думаете по этому поводу, комментируйте, подписывайтесь, если ещё не подписались, и увидимся очень-очень скоро в следующем моём видео, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok